Он погиб в 1942-м. Ему было всего 28. Его имя более чем на 70 лет кануло в безвестность. Именно столько близкие стрелка-радиста Мирона Конычева разыскивали своего пропавшего родственника. И уже, казалось бы, перестали верить в удачный исход, как случилось чудо. На запросы бойцов поискового объединения «Авиапоиск», которые нашли останки членов экипажа бомбардировщика Пе-2, разбившегося в Яковлевском районе Приморья, откликнулась правнучка солдата, проживающая в Самарской области. Пришло письмо к нам в администрацию Хилкова, где как раз вот и семья Конычева в большом-большом количестве проживает, и у меня там родственники до сих пор. И был телефон контактный Дмитрия Пихурина. Я сразу же, как это письмо до меня лично дошло, я ему набрала, позвонила. Он был, конечно, наверное, в шоке, не ожидал, потому что шли поиски нас, родственников, уже достаточно определенное время. Ну, так сложились обстоятельства, что вот я как, как до меня дошло это письмо, я так и позвонила сразу. Получив известие о пропавшем родственнике и узнав, где он похоронен, Мария Курташкина начала собираться в дорогу. Вместе с детьми прилетела в Артем из далекой Самары, чтобы посетить место упокоения прадеда. Здравствуй, дедушка Мирон. Мы к тебе приехали по 11 тысяч километров. Покойся с миром. Сынок твой старший немножко не дожил до известия о том, что найден твой экипаж. Ну, а сынок Леня тебе привет передает. Не смог приехать, старенький уже. Один ты у нас молодой, красивый. В памяти остался. Информацию о погибшем на войне Мироне Кондратьевичи Мария собирала буквально по крупицам. В основном из воспоминаний бабушки. И не теряла надежду, что когда-нибудь ее прадед найдется. У нас вообще была очень-очень скудная информация. Бабушка Мося и его жена была пока жива. Она рассказывала очень мало информации, что он погиб, разбился на самолете, что вот они были очень тесно дружны со своим капитаном Сашей. Они вызвали, командир Саши они вызвали между собой. Вообще было очень мало информации. Документов никаких не сохранились, потому что пока она добиралась отсюда, она вернулась после смерти прадеда обратно к нам, туда на родину с двумя ребятишками. Пока она месяц добиралась, потому что 42-й год, война, все документы у нее и вся одежда. А пока она везла в Самарскую область, они испортились. И у нас была только фотография. Единственная фотография, которая висела всю жизнь на стене у моего деда, его сына старшего Геннадия. И вот фотографии, когда висела на стене. Мы гостили каждый раз, когда просыпаешься, вот фотографии перед глазами. Засыпаешь. И я всегда говорила, ну почему так? Ну почему вот? Ну скажите, ну расскажите. Но была достаточно очень скудная информация. Напомним, что место катастрофы самолета, в котором находился стрелок-радист Конычев, обнаружили бойцы поискового объединения авиапоиска. Именно они подняли останки солдат, установили имена всех членов экипажа. И в прошлом году перезахоронили на мемориале летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. У меня все чувства перемешаны. Гордость, восторг. Я не знаю, чувство благодарности поисковикам, потому что такое дело и совершенно, можно сказать, незнакомых людей, в частности меня, и встретить, и вести вот эту информационную работу. Ну, меня переполняют всякие чувства, конечно. Благодарю поисковиков за проделанную работу, за людей, которые их поддерживают в их деле. Я желаю им только продвижения и дальше, дальше. А людям, которые такие, как мы, обычные родственники ранее погибших, только не останавливаться, искать стараться, потому что если ты ищешь, ты найдешь. Анжела Галышина, Илья Тишкин, Светлана Нурик. Городские новости.